Я продолжаю записывать свои новости по замечательному проекту под названием Black Rush, так как на Arizona RP мы практически полностью перешли к такой системе, что я либо там, я не знаю, смотрю какой-то видеоролик, либо создаю какой-то логотип для Arizona RP, либо делаю все прочие вещи, то на Black Rush я по-прежнему, знаете ли, не смотрю видосы каких-то ютуберов с Black Rush, я там не делаю каких-то еще непонятных вещей, то есть, ну, ничего такого не происходит, скажем прямо. Однако, сегодня я, в общем-то, вернусь к своим старым делам, похождениям, приключениям и ко всему прочему, и сегодня я обсужу новости, связанные с Black Rush, и как бы это ни было прикольно, приятно и так далее, но это факт. Однако, перед всем этим я бы хотел вам сказать, я это вам скажу еще в конце данного видеоролика, Black Rush, сервак Индиго, а мой никнейм Данила КПРФ, регистрируйтесь на него, мой промокод, хэштег ЗДС, вводите, все есть в описании, все есть во всех прочих вещах, там же ссылка, кстати, на скачивание также есть. КРМП проект Black Rush услышали игроков, и теперь они заполняют свою карту растительностью, также они увеличили дальность прорисовки автомобилей и людей. Кстати, внизу можно заметить обновленный логотип сервера, ну, наконец-то, я уж думал, этого никогда не случится, давайте начнем с самого начала, ой, с самого конца, вернее, обновленный логотип сервера. Вот сейчас я вам показываю все это изображение, вот, в общем-то, вот так это все выглядит, хотя сейчас-то еще немного переработали, видимо, новость какая-то не особо такая, знаете, новая, не особо какая-то такая, знаете, обновленная, не особо вот это вот все там происходит, и, в общем-то, да, иногда такое тоже бывает. Однако, вот, логотипчик есть, то есть, вся эта медведь, или кто это такой нарисован, он повернут лицом, получается, влево, но если с его стороны смотреть, то он все равно повернут влево, и мы видим, так сказать, название самого сервера. Сейчас это выполнено немного по-другому, я не знаю, что это за новость, это как у Анны Числава, вы можете написать все это в комментариях, и также все это сделать. Так вот, по поводу самой новости, то, что КРМП проект Black Rush услышали игроков, и они заполняют карту растительностью, я не знаю, для чего это делать, потому что, как вы все можете знать, растительность, она, наверное, идет после сразу же всех текстовых элементов, которые влияют достаточно сильно на фпс игроков. И чуваки со слабыми, я хотел сказать, компьютерами, но нет, телефонами, они могут почувствовать то, что все работает не особо плавно, скажем прямо. Если говорить еще более прямее, прямолинейнее и так далее, то все работает вообще настолько плохо, настолько вот как-то недоработано, что просто ужасно. Однако, почему-то игроки до сих пор просят добавлять какие-то, я там не знаю, растительность, леса, поля, наверное, потому что они ездили уже межгород и знают, что между городами нашей великой и могучей страны одни леса. То есть, ты едешь, едешь там, допустим, из какого-нибудь Кирова Чепецка в Киров, у тебя там, в общем-то, одни леса, одни поля, леса, там, может быть, какие-то еще лисы бегут. То есть, я не знаю, много всего. Едешь там из любого города в любой другой город на машине или, может быть, даже на поезде, на электричке, и ты постоянно видишь все эти леса, поля, всего нашего замечательного такого вот места на вот этой вот всей планете Земля. То есть, все это выглядит очень круто, очень, так знаете, лампово. И, в общем-то, пейзажи, они регулярно меняются, при том, что они достаточно такие, знаете, ну, повторяющиеся, но при этом оригинальные. Ладно, мы уже немного зашли не в ту стезю, потому что, ну, тут мы обсуждаем растительность именно на Блэк Раша. Очень странно, потому что люди обычно стараются избавиться от растительности, ну, там, знаете, на лице, возможно, еще в каких-то местах. А Блэк Раша, она, наоборот, таки добавляет всю эту растительность вот на всю вот эту вот карту области. Как это так происходит? Ну, видимо, игроки действительно все это просят, сами не понимая того, что все это может, так сказать, негативно и, я бы даже сказал, пагубно влиять на FPS на их телефонах. Но, возможно, что у всех, там, знаете, айфоны 10, 12, 13, 14, 15, и у них все, так, знаете, оптимизировано, и все работает хорошо. Кто же их знает-то в самом деле? Вот я их, допустим, не знаю, и никто более их также не знает. Поэтому, как-то так мы ко всему этому можем относиться, и да, иногда такое тоже бывает. Однако, ладно, я играл на проекте Блэк Рашу, я рассказывал вам про Блэк Рашу, я играю на 11 сервере Индиго, заходите на него, IPO, вернее, ссылка на скачивание сервера проекта и клиента лаунчера находится в описании. Там же мой никнейм Данила КПРФ, там же мой промокод хэштег ЗДСФ. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и всем, разумеется, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok